Привет! Я только что приехал из Екатеринбурга, прочитал комментарии, которые были написаны. Спасибо за слова поддержки. Хочу ответить практически на все вопросы, которые были заданы. Ну, поехали. Артемий Уайт спрашивает, что за болезнь конкретно и состояние причины? Это связано с прошлыми вопросами? Ну, так. В общем, у Олега межпозвоночная грыжа. Она случилась или в начале зимы, или весной проявила себя. И Олег лечился, и до конца его лапки не восстановились. И люди предупреждали в комментариях, те, у кого есть французские бульдоги, и не только другие собаки, что, скорее всего, это повторится осенью. Так и произошло. Сейчас похолодало, и вчера еще мы ездили с ним в клуб, а в клубе окна в пол, и Олег видел проходящих людей, там собак, которые пробегают мимо окон. И он бросался в эти окна, ну, то есть нервничал, и, скорее всего, его продуло за последние несколько дней, потому что холодно. И вчера он переволновался и еще перенапрягся. Ну, как-то так. Надо проконсультироваться с врачом. Обострение на смену погоды. Может на опережение лечить перед осенью и перед весной? Спрашивают. Индира, Индира. С врачом обязательно проконсультируемся, но, скорее всего, врач скажет то же самое, что сказал вам сейчас я. Обострение на смену погоды. Да, может лечить на опережение. Ну, Олег лечится горбональным препаратом, преднизолон. Собаки многие сидят на нем пожизненно. Но удается, пока, по крайней мере, удавалось пропить курс и слазить с них путем уменьшения дозировки. Олег Бороженников пишет. Тезка, выздоравливай, не давайте преднизолон. Он был у меня мопся, макс, со своими трудностями по здоровью. Вообще, трава это с кучей побочного вреда. Вреда всему организму. Если бы не это лекарство, возможно, все было бы по-другому. Олежке скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Ну, на самом деле, Олег Бороженников прав. Преднизолон токсичный препарат. Он влияет на неблагоприятное на почки, на печень, на нервную систему в том числе. Но он самый эффективный в плане снятия воспалений. Есть еще нестероидные препараты. И, возможно, есть еще. Есть еще, по-моему, метилпреднизолон. Это другое поколение. С меньшим количеством побочных эффектов. Вот. Но просто я вчера приехал домой. Олег находился в том состоянии, в котором находился. Он не мог ходить вчера. То есть он сидел, ему было больно. Он несколько шагов прошел. Видно, что через боль. И у меня... Просто у меня оставался преднизолон с прошлого раза. Я ему его дал. И сегодня я вот сейчас приехал. Олег уже мне игрушки подсовывает. Хочет, чтобы я с ним поиграл. Я, конечно, этого не делаю. Сейчас он будет сидеть дома. Ближайшее все время. Без всяких игр. Буду закрывать комнату, чтобы он не залазил на диван. Что он любит делать, чтобы не спрыгивал. Самое главное. Когда ухожу из дома, буду закрывать дверь в комнату. Вот как-то так. Галина Тиланер пишет. Давайте все и сколько кто может, перечислим Олегу деньги на лечение. Галина, спасибо большое, конечно, за такое предложение. Но этого делать не нужно. Потому что, во-первых, чем лечить у меня есть. И если что-то нужно будет, я ему куплю. Никаких донатов не нужно делать. Спасибо. Елена Сечкина пишет. Дима, может, ему нужно тепло. Одевайте его. Начинается холода, и у него зябнет это место. Да, сейчас будем гулять в свитерочке, который присылали ранее. Потому что, ну, холод, да, это один из главных врагов. Вот у меня тоже, получается, проблемы с позвоночником случаются раз в год. Я просто знаю, как это происходит. Это обычно происходит тоже или весной, или осенью. Либо раз в год осенью. По-моему, прошлой осенью у меня такого не было. Но если это, вот бывает, переклинит позвоночник, я просто падаю на коленки, если я там шел. Я не могу, я вот... Олег. Просто вот где шел, там и упал. Где нагнулся, там и упал, и встать не можешь. Иринка Всемогущая спрашивает. Добрый день, а что с ним? Ну, я уже объяснял, что у Олега проблемы с позвоночником, межпозвоночная грыжа. И, скорее всего, что так и будет продолжаться всю его оставшуюся жизнь, если не сделать операцию. То есть, будет весна-осень. Самые проблемные времена года в плане обострения. Вот. Если не сделать операцию. Но у меня, я вот много комментариев читаю, мне много людей пишет, собачников, у кого были французские бульдоги, кто делал операцию, кто как лечил. Потому что это распространенное среди этой породы заболевание. Больше половины собак, которые ложились на операционный стол, не отходили после наркоза. То есть, сделали операцию, и собака просто не просыпалась. Вот. Пока получается лечить медикаментозно, буду лечить Олега именно так. Так, Михаил. Миха пишет. Превиокс. Почему не пробуете? Мы только ими спасались последние 6 лет. Проконсультируйтесь с ветврачом. Спасибо, Михаил. И это не единственный комментарий про препарат Преви... А, Превиокс. Я узнаю завтра в ветклинике про этот препарат. Не могу ничего сказать пока. Не сталкивался просто. Просто в прошлый раз хорошо помог преднизолон. Ну, в общем, прям отлично. Я просто думал, что либо операцию придется делать, либо что... Но вот, преднизолон помог. Хоть я уже и почитал, и уже наслышан, что у него много побочных эффектов, но... Наталья Калугина пишет. Солнышко наше. Вспомните. Я уверен, что вы почувствовали перед этим, что вызывает у Олега эти приступы. Вспомните. Бульдоги эмоциональные собаки. Они реагируют на что-то травмоопасное для них. Именно это что-то и вызывает такую реакцию. Вспомните. Или еда, или переохладился, или еще что-нибудь. Ну, да, я думаю, что это вместе два фактора. И то, что он переохладился у нас. Сегодня 1 сентября. И вся, допустим, последняя неделя августа температура не поднималась. Выше 10 градусов по Цельсию. Вообще холодина. Холодно, ветер, слякотно как-то так. То есть переохладился и, скорее всего, переволновался, возможно, еще вот, когда вчера он на окна бросался в клубе. И, возможно, перенапрекся, опять же, там же. Потому что он кидается, ничего не понимает. Галина Климова пишет. Это сезонная осень весна. Ну, да. При первых признаках дают таблетки. Если сильно, то ставят уколы. Ну, вот, я вчера пришел. То есть днем еще вчера было все нормально. Ну, вот, получается, мы были в клубе. Потом я его привел домой. Потом уезжал. Потом приехал. И вот, соответственно, Соответственно, только вот увидел его в таком состоянии, сразу дал препарат. Елена Ветрова пишет. Выздоравливай, Олежка. Мы тебя любим. Таких комментариев очень много. И большое спасибо за поддержку. Я надеюсь, что ответил... Ну, по-моему, я ответил на все вопросы, которые были. Очень много пожеланий Олегу выздоровления. Люди... Вы пишете, что все будет хорошо. Я тоже на это надеюсь и верю в это. Ну, а вам всего доброго и удачи. Пока.